Добрый вечер! И как всегда, в конце недели мы говорим о нашем департаменте городского хозяйства. Все мы заметили, что в этом году зима была теплая и весна достаточно ранняя. Субботы температура воздуха днем поднялась выше 14-15, а если говорить о температуре посуточной, то она выше 10. Этого вполне достаточно, чтобы мы уже закончили отопительный сезон. И с понедельника, с 6 числа в Одессе заканчивается отопительный сезон. Тем более, достаточно много жалоб уже на то, что в домах тепло, на улице тепло, а мы до сих пор отопливаем, все-таки это немалые расходы, которые в итоге лягут все равно на наше население. Хотелось бы отметить, что в условиях этой карантина действительно большое неудобство вызывает эта работа нашего общественного транспорта. То, что он это работает в специальном режиме. Мера вынужденная, как все мы понимаем. Но сейчас медицинские работники допускаются в общественный транспорт вне очереди. Мы понимаем, какая большая и какая серьезная нагрузка это ложится на этих людей. Поэтому давайте опять-таки отнесемся с пониманием и с уважением к их нелегкой работе. Также хотелось бы вернуться к теме дезинфекции. Хочу напомнить, что полная дезинфекция в парадных, в подъездах ведется там, где есть это рекомендации нашего лабораторного центра. То есть наши специально организованные мобильные группы выезжают на тот адрес, который указывает этот лабораторный центр. А именно, это адрес, где есть это подозрение на то, что у этого человека будет выявлен вирус. Либо есть уже факт этот подтвержденный. Только тогда мы ведем полную дезинфекцию в подъездах. Во всех остальных это подъездах, что мы делаем? Мы ведем дезинфекцию лифта, если он такой есть, то есть это кнопки лифта, это поручни, это ручки на двери. То есть это те элементы, где действительно большой риск, это касание большого количества людей. Наряду с этим есть еще достаточно много жалоб о том, что сейчас в условиях этой карантины не моются подъезды, не моются лестничные клетки, марши и так далее. Хотелось бы отметить, что далеко не во всех этих домах эта услуга внесена в тариф. Я бы попросил вас внимательно посмотреть, есть ли в вашем этой тарифе эта услуга. Если она есть, но не выполняется, сообщайте, пожалуйста, об этом либо мне, либо руководителю ЖКС, который обслуживает ваш дом. Если нет этой услуги, если она не внесена в тариф, но вы бы хотели, чтобы она выполнялась, а в период этой карантина, конечно же, рекомендуется как можно чаще уборка в парадной, то вы можете всегда дополнительно добавить себе эту услугу. На этом на сегодня, наверное, все. Всем хорошего вечера, хорошей недели и самое главное здоровья. Видимся через неделю, вот так как обычно. До новых встреч.